Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон. Если на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Восхитительная 100% арабика! Роскошный кофе из Италии! Тот самый кофе, который будет мне каждое утро! Обязательно переходите по первой ссылке в описании и закупайтесь 100% арабикой у ребят из Тартуфи. Спасибо еще раз за Тартуфи, за вашу постоянную любовь и поддержку нашего сплетнического комьюнити. Появилась интересная новость буквально на днях. Бастрыкин, это следственный комитет, поручил этому самому следственному комитету проверить деятельность рэперов Нойз, Эмси и Оксимирон. Поводом для проверки стало обращение инициативной группы патриотов. Что за группа патриотов было непонятно, но тем не менее какие-то православные патриоты, скорее всего, обратились в следственный комитет, чтобы проверили деятельность этих самых рэперов. Цитата. Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, а также усмотрены попытки реабилитации нацик-экстремической деятельности, говорится на сайте ведомства. Все, конечно, паблики паухали-пахали, но сколько можно вот эта вот охота на ведьм? Каждого публичного человека нужно непременно проверить через следственный комитет, через Роскомпотребнадзор, через призму православной церкви. Невозможно быть на самом деле сейчас публичным человеком в России, чтобы не ответить за свой базар. Ну, хроническое идет попрание свобод именно слова, самовыражение, особенно для артистов, для которых это критично. Буквально после того, как следственный комитет инициировал, значит, проверку, Якушев пишет в своем публичном обращении. Блин, остановитесь! Ну, не было никакого обращения группы патриотов. Это же была шутка, вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме. Сатира на наше время. Тем не менее, насколько сейчас, на данный момент известно, Следственный комитет продолжает вот эту вот инициированную проверку деятельности двух рэперов, потому что вроде как официально заявка была подана. Вот так вот, когда анализируешь вот эту вот ситуацию, сложно подобрать слова, чтобы правильно описать весь тот абсурд, который сейчас происходит. Была шутка. Благодаря этой шутке в шутливой форме написано инициирован Следственный комитет и проверка этих двух рэперов. О чем это говорит? Это, конечно, ха-ха, сейчас все это забудется. Я надеюсь, что это забудется. Они впаяют им обоим срок за оправдание, не знаю, какого-нибудь экстрема. И за что сидит сейчас Юра Хованский? Сидит. Следственный комитет, да, там идет расследование, но человек сидит. Сидит уже хороших полгода. О чем речь? Это показывает только одно страшную вещь, на самом деле. Что сейчас можно написать на любого неугодного вам человека, соседа, рэпера, кинозвезду, дворника, что этот человек, возможно, проецирует негативное отношение к следственным органам или одобряет действия, я не знаю чего. И благодаря вот этому шутливому доносу будет инициирована настоящая реальная проверка с настоящими реальными последствиями. Называется кляузничество, называется доносы анонимные по факту. Ну что за группа патриотов? То есть вы понимаете, под группой патриотов может быть вообще что угодно. Может тетя Маша с соседнего двора. Этого уже достаточно будет, чтобы у людей появились из-за шутки самые настоящие проблемы. А если написано не из-за шутки, а если, например, кляуза написано из-за мести. Если все правильно подготовлено. Ситуация называется 37-й год, когда можно было написать на соседа, а на следующий день приедет воронок рано утром. И этого соседа увезут куда полагается. И вы знаете, я сейчас постоянно сижу на сайте ГУЛА. Я не знаю вообще, можно ли произносить это сейчас название паблик или нет. Потому что то, что они там публикуют, это ужасно. И вы знаете, что страшно? В России сейчас, на данном, мы сейчас говорим про Россию непосредственно, да? Что упаси боже, если вы случайно попадете в места заключения, что с вами там могут сделать? Волосы дыбом встают, понимаете? Это страшно. Вот вы зайдете туда невиновным человеком, а выйдете оттуда с серьезным сроком и поломанной психикой. Страшно. Вот эта вот шутка показала, насколько страшна на самом деле ситуация. Зрить нужно в корень. Зрить нужно глобально. Здесь не просто шутка, здесь сама атмосфера напряжения, когда одного доноса группы патриотов хватит, чтобы на самом серьезном уровне инициировалась проверка. Ужасно это все. Дорогие мои сплетники, пожалуйста, ставьте лайки. Стараемся каждый божий день делать для вас интересный контент, чтобы было что посмотреть, когда вы пьете ваш утренний кофе или вечерний бокал вина. Все вы знаете, мы сейчас идем через сложный период, поэтому ваши лайки, ваши комментарии, ваши подписки. Для вас это бесплатно, но для нас цены на это нет. Поэтому, пожалуйста, поддержите сейчас наше комьюнити, а мы обещаем, даем слово радовать вас на ежедневной основе, интересными выпусками, без потери качества, как контента, так картинки, так и звука. Пожалуйста, поддержите нас. Сейчас для нашего сообщества это очень важно. И вступайте в ряды сплетников. Сплетник на этом канале звучит гордо. Кстати, кто не знает, у меня есть мой основной канал. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Раз в неделю обычно по воскресенье выходит влог о моей жизни. И вот буквально в это воскресенье вышел вот этот вот влог. Кто еще не посмотрел, кому интересна моя жизнь в отрыве от сплетен новостей, пожалуйста, переходите. Может быть, найдете тоже для себя что-то интересное. Ссылка на мой канал и на последний влог будет также в описании. Ранее. Просто сейчас наткнулся на старое видео доктора Курпатова. Помните, обсуждали мы проблемы доктора Курпатова и проблемы его с его мужчинами? Вот в этом вот самом видео, по этой ссылочке, можете пройти и посмотреть. Интересная была драма, которая на самом деле сейчас очень сильно замята. Вы знаете, почему замята? Потому что, видимо, у доктора Курпатова и у его приятелей из Сбера серьезные связи. И ни один паблик это больше не освещает. Был вот этот вот небольшой всплеск драмы, да? И все. На том все и заглохло. Мы единственные, кто это все обсуждает. А драмы действительно какого-то вселенского масштаба. Вы знаете, вот наткнулся я на видео доктора Курпатова. «Отношения, от которых не уйдут» называется это самое видео. И, значит, название видео «Каким нужно быть, чтобы тебя не бросили?» Андрей Курпатов, «Красная таблетка онлайн». Сатира, да? Особенно в свете последних вот этих вот новостей и сплетен про доброго доктора Курпатова. Звучит как хорошая насмешка над всей его карьерой. Ты так вот сидишь и думаешь о психологах, о психотерапевтах на ютубе. И ты понимаешь, что вот это вот все характеризует то, что люди сами не в состоянии, во-первых, да? Взять свою жизнь под контроль, взять свои отношения под контроль, чтобы все шло как по маслу, да? Продолжаем убеждать людей, что все, что мы делаем на ютубе и вообще вот в нашей профессиональной деятельности, оно все имеет под собой место для существования, и у нас все под контролем. Знаете, что сказали мне сплетники у меня в моем телеграм-канале? Кстати, обязательно подписывайтесь на наш телеграм. Там у нас отдельный вид искусств сплетнического комьюнити. Ох, какие у нас там баталии. Обязательно вступайте в ряды сплетников в телеги, неотъемлемая часть нашего комьюнити. Ссылка будет закрепленная в комментариях. А мне пишут, а доктор Курпатов за разовую вообще консультацию берет от 100 тысяч рублей. Вы представляете себе? А ни один психолог не устаканит вашу проблему одноразовой сессии. То есть вы понимаете, да? Что если вы хотите, чтобы психолог вам помог, вам нужно брать, не знаю, 10 сессий. Миллион нужно будет за 10 сессий отдать доктору Курпатову, чтобы доктор Курпатов взялся решить ваши психологические проблемы. Имеет тот багаж, который имеет доктор Курпатов. До последнего восхищают меня психологи русского интернета. Вообще, знаете, даже не столько психологи русского интернета, а вообще лайфкоучи в принципе. Если так вот погуглить все вот эти вот огромные, значимые фигуры в мире лайфкоучинга, в мире в принципе, да, у каждого человека такой багаж нерешенных проблем, но продают свои книги, курсы, семинары просто на миллионы и миллионы долларов. Феномен, правда? Сапожники без сапог торгуют сапогами, которых у них нету, но которые умудряются настолько филигранно это делать, что вы отдаете им свои деньги тяжело заработанные. Я в шоке от феномена вообще вот этой вот прослойки бизнесменов, да? Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Вы знаете, вот буквально сейчас включил... Сегодня понедельник, кто не знает, я записываю сейчас за два дня. Опять же, специфика нашего контента. Мне очень жаль, что у нас такая задержка глобальная именно в информационной релевантности контентов. Прошу прощения за такие сложно сочиненные сейчас слова, но, тем не менее, прошу прощения, работаем над этим, и скоро будут у нас сплетни выходить вовремя. Я смотрел, я одним глазом всяко, утром пью кофе, я смотрю Физелева. Видео, вот, финальные новости недели. Лукашенко дал огромное интервью. Это самое интервью разбирают по цитатам неделю. Там что не перл, что нужно читать между строк. И вы знаете, что меня больше всего смутило? Это его безапелляционное обращение, считай, ко всем. Это было официальное заявление главы государства. Лукашенко, такой бы он диктатор ни был, это глава государства. И вот он говорит, Украина, Украина будет наша. Украина никуда от нас не денется. Украину мы не отдадим. И вот мне, знаете, такой вопрос. Ведь ходит полно сейчас слухов, там какие-то стягивают каких-то людей на границу, с обоих сторон. И вроде что там в начале года начинается. Как бы абсурдно это все не звучало, но когда вот делаются серьезные такого только заявления, вот на таком уровне, на уровне лидера государства, начинаешь задумываться. Ребят, с Украины, ох, обожаю мою Украину, обожаю украинцев, все вы это знаете. А у меня вопрос. Насколько вы серьезно воспринимаете в Украине то, что сейчас говорится вот в Беларуси и в России? Насколько сейчас Украина это пространство между молотом и наковальней? Мне интересно вообще, серьезно кто-то вообще это все воспринимает? Или это просто бред и его нужно просто игнорировать? Мне очень интересно послушать ваше мнение, потому что такого толка заявления меня оставляют в большом конфузе и недоумении. Я надеюсь, все будет хорошо. Давайте пообщаемся в комментариях. Интересно послушать ваше мнение. Что бы вы думали, да, многонедельный прогрев, который шел у Матильды Шнуровой, это бывшая жена Шнура, подошел к своему логическому финалу, дорогие мои. Она наконец-то заявила об открытии своего проекта по теле. В мире, где разные онлайн-школы, курсы, марафоны, не впихивают уже только ленивые. Вы понимаете, вот только ленивый Илья, например, тоже не впихивают никакие курсы, и никогда такого не будет. Можете отписаться от меня все, если в какой-то момент своей блогерской карьеры я запущу курс. А такого не случится никогда. Я слишком люблю свою аудиторию, слишком уважаю вас. И вот, пожалуйста, Матильда Шнурова запускает курс. В ближайшие дни появится курс «Растяжка для начинающих уровень 0». Растяжка, да? Заходишь на ютуб, пишешь «Профессиональная растяжка» или «Как растягиваются спортсмены». Миллион бесплатных классов, где в деталях, пошагово, на любом языке планеты будут вам показаны уроки визуальные, да, бесплатные. Как правильно сделать растяжку? На этой неделе начнем тянуть шпагаты. Извините, смешно. Я этому радуюсь, как эта женщина. Вот публикует она вот эти вот скрины. «Я запускаю онлайн-школу по растяжке, гимнастике и балету», говорит тетя Мотя, бывшая жена Шнура. Понимаете, ребят, когда вот тебе уже серьезно, там, за сорокет, ведь правильно, да, а карьера не выстроена, я не знаю, на что живет эта дама, да, а, видимо, хочется жить хорошо и не хочется терять в уровне жизни. Что в такие моменты ты делаешь? Ты запускаешь очередной курс, который не нужен абсолютно никому. Это, значит, растяжка, гимнастика и балет. И что еще? И давай и тракторское искусство, и как, я не знаю, правильно воспринимать феномен погоды радуга, да, как правильно, с философской точки зрения, воспринимать этот самый феномен природы. Ты слушаешь их, и ты думаешь, господи, ну что следующее? Ну что следующее? Какой балет ты будешь через Инстаграм продавать людям? Ребят, ну абсурд! Если вы видите очередного мошенника, неважно какого уровня, неважно какое у вас отношение к этому человеку, просто пожалуйте с три точки сверху и жалуемся, потому что нужно институт репутации, вот мы сплетники, занимаемся этим. Мы устанавливаем институт репутации в постсовке, потому что люди в Инстаграме начинают сходить откровенно, с ума, отвратительно. Оль, давно тебя не было, выплывай, милая моя. Посмотрите, какое дно. Пожалуйста, дорогие мои сплетники и сплетницы, Минкультуры Узбекистана запретила концерт российских исполнителей как противоречащий национальному менталитету и мировоззрению узбекского народа. Значит, 25 декабря в спортивно-развлекательном комплексе Хума-Арена должен был пройти первый Ташкент ТикТок-фест с участием российских звезд. Там, значит, Даня Милохин, кого там только не было. Ваня Дмитриенко, Аня Покров, Артур Бабич, Егор Шип. То есть звезды российского ТикТок, которые на самом деле огромные звезды, в принципе, в российском шоу-бизнесе. И им, значит, отменили вот это вот все. Цитата. Любые культурно-просветительские мероприятия, шоу и концерты, проводимые в Узбекистане, должны основываться на национальном менталитете, нравственном воспитании, исторически богатой культуре и мировоззрении узбекского народа. То есть не основанный на формировавшееся тысячелетиями, как сказано в пресс-релизе, узбекских культуре и менталитете мероприятий республики не приветствуются. Интересно, дорогие мои, а планируют, во-первых, да, хороший легитимный вопрос, будут там также запрещены рок-музыка, джаз и, я не знаю, там, японские аниме. Мне очень это интересно. Это одно. А второе, понимаете, чем больше ты смотришь на такую республику бывшего постсовка, как Узбекистан, где законы варварские, где законы уровня какого-то Афганистана, да, упаси боже, ты заявишь о себе публично, что ты представитель ЛГБТ, тебе будет срок. Это вот мы говорим сейчас про культуру и уровень развития узбекского народа, да, это первое. Второе, половина Узбекистана зарабатывает свои деньги в той же Москве и в том же Питере, да, то есть здесь нормально. Мы ездим в резиновую, как, ну, на поверку, оказывается, Москву зарабатывать деньги, но как только кто-то приезжает, упаси боже, из России в Узбекистан, чтобы провести вот этот самый TikTok Fest, здесь сразу вспоминаем о культурных ценностях. О каких культурных ценностях? Я не хочу обобщать всю вот эту вот страну, да, Узбекистан. Это страна. Я не хочу обобщать и обо всех людях говорить однобоко и очень предвзято. Но у меня хороший легитимный, черт возьми, вопрос. Ребят, а вы не потеряли вообще связь с реальностью? Вот мне кажется, вот здесь пара хороших санкций со стороны России и Узбекистана немножко опомнится, да, что нельзя кусать, наверное, ту руку, которая тебя кормит. Я не за TikTok. TikTok звезд в принципе я не уважаю, вне зависимости от места проживания, места, где они строят свою карьеру. От американского TikTok до российского TikTok, мне вообще плевать на них, на всех. Это не мой уровень контента, это не то, что не мой уровень, мне неинтересно это все. Не люблю TikTok в принципе. Но ведь немножко о картинке, которую мы должны вот в общем ее смотреть, да, серьезно, Узбекистан. Вот здесь вот о такой культуре вы заботитесь. Знаете, каждый сходит с ума по-своему, и чем больше ты начинаешь анализировать вот эти вот самые ситуации, тем немножко так зло берет. Вы теряете берега, вы вот вообще не видите, чем вы занимаетесь. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои, москвичи и петербуржцы, ваше отношение в принципе к узбекам, которые работают на вашей территории, и ваше отношение к тому, что Узбекистан запрещает страшную культуру TikTok, идущую из России. Люди потеряли берега, люди потеряли контроль над ситуацией. Мне это кажется очень интересно послушать ваше мнение. Помните еще этого Артемия Троицкого? Это значит музыкальный критик. Самые популярные РФ-исполнители, пишет Артемий Троицкий, по версии стримингов Apple Music и Spotify. Это значит Слава Мерлоу, Ваня Дмитриенко, Рамиль, Моргенштерн и прочее. Кого-то, кроме пресловутого Моргенштерна, не знаю ни одного. Даже кличек не слышал. Пишет профессиональный музыкальный критик Артемий Троицкий. Следующее. Усложняю задачу. В аналогично глобальных рейтингах, где всякие Оливии, Родриго, Тейлор Свит, BTS и Дрейк, я знал и понемногу даже слышал всех. Так что где-то, где-то, это понятно. Но явно есть какая-то местная специфика. Здесь, конечно, здорово, что у Артемия Троицкого такая вот зашоренная, старческая, уже, знаете, посыпанная пылью времен мнение. Ты называешь себя музыкальным критиком Троицким. И ты утверждаешь, что ты не знаешь этих самых исполнителей, которые по факту. Здесь мы не говорим просто, что вот какая-то бабка на лавке сказала, что Моргенштерн и Слава Марлоу это самые прослушиваемые исполнители в России. Это люди. Здесь идет просто по сухой статистике. Spotify, Apple Music. Они говорят, вот этих людей Россия слушает больше всего. То есть ты, как музыкальный критик, должен не сидеть зашоренный в своих 70-х, 80-х, 90-х, когда, я не знаю, группы кино или, я не знаю, кто там, Тамара Гварцетели были звездами. И ты их уважаешь за то, что они умели петь из-за их творчества, да? Ты должен понимать, что идет перемена времени, идет смена приоритетов, смена кумиров. И как ты, профессиональный критик, говоришь, ой, я их даже не слушал. Ну послушай, ведь ты же музыкальный критик, а их слушают, вот этих вот ребят, которых ты совершенно не знаешь, вся Россия в огромных количествах. Я знаю свою аудиторию, аудитория-то у меня взрослая. Я понимаю вас, ребята, что вы говорите, черт возьми, ой, это не мой контент. Да и, конечно, это не ваш контент. Мы все, вот особенно дети 90-х, нулевых, выросли-то на чем? Сектор газа слушали. Вот уж трэшак был, трэшанина, ласковый май. О чем мы говорим? Группа, прости, господи. На-на, вот были кумиры того времени нашей молодости, да? Ладно, я рос на MTV, на американском роке, но тем не менее, да? Это были люди, которые стадионами, мешками выносили деньги. Вы понимаете, когда группа на-на приезжала в какой-то город? Вот эти два притопа, три прихлопа, мальчики, не имеющие петь. И вот сейчас давайте не будем таким уже прямо старперами, которые сидят и говорят, ах, вот в наше время выльты исполнили... Какие в ваше время были исполнители? Прости, господи, трэшанина на трэшанины. Вот можно же так подходить к этой ситуации, да? И мне смешно, вернее печально, смотреть на сбитых летчиков, дедов-пердедов Артемиев-Троицких, которые вот в прямом понимании слова говорят, я некомпетентен в том, что делает. То, что слушает вся Россия, я даже не знаю, кто это. Но послушай, зайди в Apple Music, заряди славу Марлова. Потому что, не знаю, бабочки в животе заиграют. Не люблю старье. Мне говорят, ты боишься старости. Я постоянно людей ругаю за морщины. Я людей ругаю за перезбыток фотошопа, за перезбыток классических операций. За это я их и хвалю. Я не говорю, что я человек последовательный. Я не говорю, что я человек, который вот прижался к одной позиции и с ней и живу. Мадонну могу поругать за то, что не буду ругать, например, Тину Тернера. К примеру мы здесь говорим, да? Я говорю, ты боишься стареть? Да, ребят, все вы боитесь стареть. Стареть боятся абсолютно все. Поэтому не нужно здесь обвинять меня, что я старпердящий дед. Пердед боюсь старости. Все боитесь старости. Если вы сейчас скажете, что нет, вас это никак не заботит. Вы мне будете сейчас прямо врать. Вот откровенно в комментариях, да? Я, помню, тебе не обязан быть объективным и не обязан быть последовательным. Я за что люблю наше сообщество. За то, что очень многие умозаключения мы делаем на эмоциональном вот моменте. Вот сейчас у меня депрессия. И мне весь мир кажется черным. И я не боюсь это сказать. Фу, блин, все плохо. А завтра у меня хорошее настроение. Я могу сказать, черт возьми, а как же хороша Мадонна с фотошопом, да? Мы не обязаны быть никому. Здесь, в этом сообществе, последовательными. И феномен переобувания в воздухе, вот что можно нам, сплетникам, то нельзя вообще никаким другим сообществом в русскоязычном блогинге. Вот настолько мы уникальные, настолько мы здесь все, да? Особенные, что можно нам, нельзя больше никому. Вступайте в ряды сплетников. Ребятушки, вы знаете, чем хорошо наше сообщество? Мы объединены не одинаково мыслям. Мы объединены идеей сплетен, да? А уж какие мы здесь все разные. Боженька ты мой. Все другие паблики просто очень нервную. Курят в сторонке. Подписывайтесь, еще не подписаны. У нас здесь всегда здорово. Рассказываю последние новости из Либерии. Я сейчас сижу в каком-то непонятном участке. Это что-то похоже на управление по борьбе с наркотиками. Если вы в кабинете начальника, за стенами стоит разъяренная толпа и какие-то очень странные люди, которые показалось, что я снял человека, который не хотел что-то снимать. В итоге там слово за слово собралась толпа, и меня немножко из-за того эвакуировали. И сейчас я жду полицию, которая должна меня вывести отсюда. И вопрос, что приедет первое? Приедет полиция или толпа возьмет штурмом этот участок? Это все орут? Я ничего не понимаю. В Либерии сейчас большие проблемы. Вот буквально несколько дней назад были у Ильи Варламова. Он, значит, приехал туда снимать вот эти свои проекты и чуть смог ускрыться в полицейском участке, потому что толпа разъяренная ждала его на улице, потому что кому-то не понравилось, что он кого-то там снимал. И пошла вот эта вот цепочка ярости, и за ним погнали. И вы знаете, я в последние дни на самом деле смотрю очень много англоязычных блогеров, которые ездят по вот этим вот горячим точкам планеты. Там Пакистан, Ирак, Северная Корея. Вы знаете, вот когда они снимают все там, это объективно страны, где небезопасно. И ты сидишь, и у тебя просто мурашки бегают от адреналина, потому что тебе страшно за этих ребят. Я понимаю, что общество требует зрелищ, да? Вот он феномен, да? Нужно постоянно элевировать свой контент, особенно если ты травел-блогер. Ну, приедешь ты, что в Варшаву? Ну, приедешь ты, о, боже мой, в Мадрид. Давайте посмотрим 150 раз, какой у нас там Мадрид, и чем там кормят, да? Приходится им выдумывать вот эти вот сложно сочиненные направления, чтобы потом снять вот эти вот 25-35-минутные ролики, чтобы люди посмотрели. Конечно, миллионные просмотры, конечно, захватывает адреналин, вот прямо дрожит внутри все, потому что страшно за них. Может же закончиться как-то все прямо печально. Посмотрел сейчас буквально вот в эти же дни, да, вот это вот заявление Варламова, которое выложил у себя в Телеграме. Страшно. Кто занимается такого толка травл-блогингом, будьте аккуратнее. Вот прям за таких мне страшно. Кстати, интересный момент. Антиваксер пришел, значит, в Италии парень и очень хотел получить свой ковидный паспорт. Есть такие, знаете, натяжные тела из силикона. То есть ты натягиваешь на себя это самое тело, и он выглядит, как на самом деле, очень натурально. Так вот травести дивы делают тебе большие грудь, вот силиконовая накладка, которая надевается через шею, как кофта, и очень-очень похожа на настоящий. И вот, пожалуйста, одел вот этот вот свитер из силикона и пришел делать, значит, вакцинацию, чтобы получить этот самый чип. Я извините, оговорился. Упс. Все, мне сейчас вот иллюминатов прилетит. Пришел, значит, что делать, но медсестра сразу сообразила, что это силиконовая накладка. И, значит, отказалась ему делать вакцинацию, вызвала полицейских, и ему теперь подъявили обвинение в мошенничестве. Черт возьми, смотришь на эти накладки, думаешь, до чего нашел прогресс, что только на себя не налепят сейчас, правда? И смех, и самый настоящий грех. Ну и вот вам, пожалуйста, еще одна информация в плане думаешь, что говоришь, особенно когда ты в России. Нету свободы слова. Нету свободы слова, где ты можешь что-то сказать, не заплатив впоследствии цену. Вроде бы неприкасаемая, да? Лисан Утяшева увольняет ее с ТНТ, как утверждают источники, после того, как она поддержала на Олимпиаде гимнасток из Израиля. Помните, был тот большой скандал, когда вроде как засудили российскую гимнастку, а израильтянка получила золотую медаль. Очень многие тогда сказали, что это было специально подтасованное, лишь бы Россия не получила свои хорошие оценки. В итоге золотую медаль. В тот самый момент Лисан Утяшева поддержала именно израильскую гимнастку и сказала, что все было честно. И вот, пожалуйста, в следующем году новые танцы будут вести экс-участница шоу. И на данный момент соведущая Лисан, Ульяна Пылаева. Я Пылаеву совершенно не люблю. Не могу смотреть на ее вот этот вот одуван на голове. Там надо что-то срочно сделать с прической. Вот у меня отторжение, потому что вот эти вот волосы дыбом. Ее назначили сразу же после скандала, но пока что не на главную роль. Таким образом, продюсеры поэтапно выводят Утяшеву из проекта, предоставляя возможность зрителю привыкнуть к другому лицу канала, учитывая, что они на ТНТ не последние люди. Эй, вот так вот, дорогие мои, да? Интересный момент. Эй, кстати, Пылаеву, как утверждают опять те же самые источники, выбрали не просто так. У девушки есть влиятельный правитель из числа топ-менеджеров Газпром Медиа, в холдинг которого и в ходе ТНТ. Пока ни одна, ни другая не прокомментировали это все, но реакция людей, которые смотрят танцы, она неоднозначная. Кто-то говорит, что это будет провал танцев и низкие рейтинги, так как после ухода Лей Сан в их меню смотреть проект не будут. Другие, наоборот, в предвкушении нового сезона. На самом деле, я не понимаю роли Лей Сан. У меня Лей Сан, как ведущая, отцоведущая этого шоу, она там абсолютно лишняя. Я не понимаю феномена Лей Сан. Когда вижу Лей Сан, я понимаю, что Павел Голя протолкнул свою жену на теплое место. Не понимая смысла вообще вот этого соведущего, который выходит и делает свои вот эти вот непонятные реплики между репликами судейства. Вот судьи, они важны, да? Они действительно важны. Они та харизма, которая в любом случае вытаскивает это самое шоу Мигель. Не очень большой любитель Мигеля, но тем не менее, надо сказать, что вот именно вот Мигеля бы убрали, вот здесь шоу было бы под вопросом. Лей Сан Утяшева убрали, ну, значит, как? Баба с Лозу, кобыли легче, это раз. И вообще не понимаю должности вот этого соведущего, который ходит вот этой вот смазкой между сегментами и свои вот эти вот непонятные пять копеек ненужной мудрости вставляет. Поэтому думаю, что говоришь в следующий раз, Лей Сан Утяшева быть женой воли, это не значит быть хорошей ведущей. Это во-первых. А во-вторых, что живешь в стране, где из-за меньшее у людей большее проблемы. Интересно, да, дорогие мои сплетники и сплетницы? Вот просто общая картинка. Интересно послушать ваше мнение? Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. В каждом городе, в каждом миссионном пункте, где вы живете, есть свой приют, который очень сильно нуждается. Сейчас зима, холодно, голодно, и животные как никогда требуют нашей поддержки. Ребят, прогуглите, узнайте свой местный приют, продолжайте помогать во что бы то ни стало братьям нашим меньшим, потому что кто, если не мы сплетники, люди с огромным любящим сердцем и обостренным чувством справедливости, которое никогда не проходит мимо мучений бездомных животных? Спасибо, дорогие мои любимые сплетники, что оказывается всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Огромная благодарность еще раз абсолютно всем спонсорам канала. Да, на этом канале спонсорская подписка. Ребят, я не прошу доната, не прошу финансовую поддержку, потому что и так многого прошу от вас, на самом деле. Я считаю, лайк и подписка это уже много. И если вы считаете, что мы та команда, которая заслуживает поддержку, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и всегда комментируйте, потому что сейчас, как никогда, нужна ваша помощь нашему сообществу, чтобы наше сообщество не загнуло, и чтобы наши труды не пропали зря. Спасибо, дорогие мои сплетники. Я вижу, что вы поддерживаете, я вижу, что вы помогаете. Я вас обожаю и обещаю радовать вас на каждодневной основе интересным контентом. Спасибо еще раз всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»